Каникулы с пользой проводить Особенно большие прогулки помогают ногам И не только ногам, но и голове Они расширяют кругозор Маша, а вот ты знаешь, что это за здание? Знаю Здесь сейчас торговый центр У меня уже большой черный кот Только куда-то он же попростился Это сейчас тут торговый центр А когда-то тут была мужская гимназия Давай сюжет посмотрим Давай Наталья Кулешкова работает учителем В третьей Могилевской гимназии Она нашла столько уникальной информации О здании бывшей мужской гимназии Что на целую книгу хватит Только вот преподает Наталья Федоровна Не историю, а физкультуру И так здание третьей гимназии Изначально строили для мушкетеров Построили его для Елецкого Мушкетерского полка Строительство закончили в 1809 У этого здания глубокий фундамент И пятиметровый подвал К концу 2009 года Это здание уже было построено Вверху это были кабинеты штабистов Штабных работников А внизу был шикарный зал для приема Во время войны с французами В 1812 году Здесь был и русский госпиталь И французский госпиталь А вот в 1820 это здание Отдали новому учебному заведению Это была двухгодичная Портепей Прапорская школа Здесь учились только дети дворян Потому что готовили этих офицеров Только для штабной работы И эта школа Я должна вам сказать Она даже вот имела Огромный успех У нас в империи Потому что было таких две В Тульчине и в Могилёве Школа просуществовала до 1830 года С этого времени начинается история Нового учебного заведения Могилёвской мужской гимназии Названной в честь императора Александра I Поначалу в гимназию принимали Только дворянских детей Чуть позже гимназистами могли стать юноши Из любого сословия Было так Могли получить гимназисты Две медали Могли закончить семь классов И поступать в университет Могли закончить восемь классов И вторую медаль получить Допустим золотую За знание греческого языка Позже территорию гимназии Расширили до 6000 квадратных сажений Это больше гектара Здесь располагался большой плац Сад и огород Внутри там на территории Были флигеля Которые жили учителя Директор Там где была фундаментальная библиотека Где был гимнастический зал А дальше немножко За ограждением Там был большой плац Где были гимнастические снаряды Было место для игры в мяч Классическая мужская гимназия Просуществовала в этом здании До ноября 1918-го А спустя месяц Здесь открылась Единая трудовая школа Для советских детей Вот такая большая история Небольшого здания В центре Могилёва Которое вопреки всему Сохранила судьба И сберегли люди А попрыскает ты Я половлю Один словила Не так быстро, да, Аня? Таник, давай я сделаю Мне так нравится отдыхать на фонтанах Здесь так весело, как в детских лагерях А ты там была? Ещё нет Но собираюсь поехать Там учат делать разные вещи своими руками Главное не забыть прихватить с собой Ниток пуговицы цветной бумаги Смотри сюжет Наша Маша, конечно, права В детском лагере можно научиться многому Но творить профессионально Это не кораблики складывать из бумаги Изобразительному искусству учатся много лет Итоговая выставка дипломных работ Учащихся девятых классов Могилёвской средней школы номер два Показала Новое поколение художников Готово делать мир прекраснее Очень хотела побывать на море И люблю корабли Я нарисовала, поэтому их как Я их представляю, что ли Я выбрала цветы крупным планом Так как мне очень нравится рисовать цветы Они всегда яркие Такие элегантные Всегда поднимают настроение На них приятно смотреть И поэтому только вблизи Вот можно рассмотреть Всю истинную красоту цветка На дипломной работе И Юлии Лукьяновой Любимый певец Это Чок Юхен Он азиатский певец Корейский Я его слушаю уже в течение четырех лет И мне его музыка очень сильно нравится Он поет баллады Спокойная, нежная музыка Поэтому я изобразила рядом с ним Такие красивые цветы, как пионы Они очаровательные, такие же, как и он Нестандартный подход к дипломной работе Видно, что юная художница Личность неординарная Обращаемся к маме Не сложно ли с одаренным ребенком? Нет, абсолютно Она очень хорошая девочка Развивается творчески Она сама всего добивается Сама усидчивость Трудолюбие, настойчивость Некоторые работы Юли Уже стали подарками для близких и друзей Она нарисовала нашего маленького внука Уже у дочки висит картинка Именно дарили несколько картин Особенно приятно, что выставочную площадку Юным художникам предоставил Художественный музей имени Павла Масленникова Свой первый шаг они делают в таком большом музее В таком здании, где висят наряду С их работами работы великих мастеров Я думаю, им это будет очень Не только интересно, а как-то Они из себя, как будущие художники Почувствуют намного увереннее Дети очень горды, очень волновались В течение года они делали свои проекты творческие Две или три работы больших Все зависит от уровня сложности этой работы Лучшие сегодня мы выставили Именно в музее Масленникова Здесь все, к сожалению, не все работы поместились Но мы надеемся, что и драмтеатр Кукольный театр Там, где традиционно выставляются работы наших учащихся Нас примет На торжественном посвящении в художники Взрослые напутствовали юных дарований Пусть ваши цветы захочется понюхать Фрукты с ваших натюрмортов попробовать А в ваших морях искупаться Присоединимся и мы Ведь с каждым новым талантом На небе зажигается новая яркая звезда Здесь собрались не просто ученики школы Подведение итогов учебного года Традиционное мероприятие для всех белорусских школ В этом году программа «Большие маленькие люди» Наведалась в 7-ю Могилевскую школу Большой праздничный концерт Это уже добрая традиция Поделился с нами директор В этом году я считаю, что мы И наше все школьное сообщество Достаточно хорошо потрудились И результат не заставил себя ждать Ведь по итогам 2012 года Мы завоевали четвертое место Среди школ Октябрьского района Это большой результат для нашей маленькой школы 150 дипломов На сцену поднялась почти вся школа Есть среди ребят и юные исследователи И программисты, и химики с биологами Многие стали победителями Республиканских дистанционных олимпиад Интереснее всего было работа Над генетической темой по биологии Поверьте, это отличный год Я и вообще-то не ожидал Что так будет И этот год пронесся больше Быстрее всех других Актовый зал украшен работами Кати Исаевой Ученица 9 класса получила диплом За достижения в прикладном искусстве Ее руками сделаны картины Для школьной выставки С 10 лет этим занимаюсь Люблю кропотливую работу Ну и соломки из кожи делаю Из бисера А вот концертную программу Обычной точно не назовешь Например, китайский народный танец У седьмой школы есть по-братим Витебская 44-я школа Где изучается китайский язык Так что наши могилевчане Тоже активно интересуются китайской культурой Чтобы не отставать от сверстников А пока отзвенели звонки Закончились уроки И всем нам предстоят Три прекрасных летних месяца каникул Интересно, а как наши взрослые Отдыхали в пионерских лагерях? Наверное, ходили в одинаковой одежде Может быть А может их не пускали в лагерь Без формы А кто их знает? Ну, может быть Программа «Большие и маленькие люди» Ответите на несколько вопросов Ну и? В каких пионерских лагерях Вы отдыхали в детстве? К сожалению, я не отдыхала Ой, это так давно было Пионерских? Да Советских? Пионерский лагерь «Дружба», «Чайка» И все А какие наказания у вас были в лагере? Никакие Артек, да, это детский лагерь Всем известно А наказывали вас? Наказывали Ну, бывает, конечно Если кто-то там что-то делал плохое Могли немножко наказать Спать положить пораньше Еще? Да Я все детство привела в этой В Зое Космодемьянской Такой лагерь был Все детство? Ну да Почти каждое лето Мы там отдыхали Знаменитость была там? Знаменитость не была Но родители отправляли отдыхать туда Да Понятно Теперь я точно в лагерь поеду На все три смены А я тоже каникулы с пользой проведу А мы обращаемся с вами И всем пока Пока А я все покрая Областные финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч» пройдут 6-7 июня на стадионе поселка Вейна Могилевского района Концерт «Люблю мой край» ансамбля «Веселуха» Лауреата международных и республиканских фестивалей состоится 11 июня в зале Могилевского городского центра культуры и досуга Программа начнется в 18.30 Порадует нас на каникулах и Могилевский областной театр «Кукол» Чудесную историю о беззаветной преданности и любви дикие лебеди можно будет увидеть 8 июня В сказку в стиле поп «Белоснежка и гномы» 11 июня А постановка по мотивам русского фольклора «Сказка о солдате» 13 июня Начало спектаклей в 10 и в 12 часов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok